Итак, друзья, всем большой привет! Третий выпуск Некроновных Героев подъезжает у нас в проект allbasketball.org и Peking Talk, где мы обсуждаем лучших и величайших баскетболистов, которые, к сожалению, по тем или иным причинам не выиграли титул в Национальной Баскетбольной Ассоциации, чемпионский титул вместе с командой, но вот всякое случается и что случается и почему мы тут как раз и обсуждаем. В компании меня, Андрея Панкрашева, моего коллеги Антона Шматько и человека с проекта allbasketball.org, журналиста Артема Кавалериана. Антон, тебе привет! Да, всем привет! Рад в очередной раз быть здесь. Артем, тебе тоже большой-большой привет! Привет, ребят! Приятно вас слышать! Ну и вот сегодня у нас на очереди не совсем, наверное, да, такая стандартная фигура, человека, которым, к сожалению, не говорят практически нигде сейчас. Это очень печалит, потому что мы будем сегодня разговаривать о легенде Cleveland Cavaliers, о человеке, который являлся одно время, да и сейчас, наверное, по сей день является одним из величайших шутеров в истории НБА, Марк Прайс. И это действительно легенда, а почему это легенда, мы как раз и будем рассказывать, и, в принципе, если есть, опять же, ребятам, что для вводной сказать, Антон, давайте, может быть, попробуем. Единственное, добавлю, что действительно недооцененный товарищ Марк Прайс, и мы сегодня попробуем разобраться и опровергнуть, доказать вот этот момент, что он недооценен, и насчет легенды заодно тоже вот этот момент обсудить. Да, Артем, вообще, когда ты слышишь Марк Прайс, то есть тебе, грубо говоря, в голову какие моменты приходят, то есть вот что ты можешь сказать, вот как о человеке, допустим, провинции мы, да, в предыдущем выпуске говорили, это человек, который вот колотит сверху, ты сразу вспоминаешь какие-то его данки через французских центровых на Олимпиадах, ты вспоминаешь еще какие-то моменты, вот что у тебя приходит в голову по Марку Прайсу? Ну, отличный вопрос, Андрей, честно говоря, первое, о чем, наверное, надо сказать, это то, что Марк Прайс стал одним из первых членов клуба 50-40-90, вместе с Лэри Бёрдом, второй после Бёрда, насколько я могу помнить, а потом к ним присоединился Реджи Миллер. Да, совершенно верно, ну и вот как раз вот, да, то есть вы понимаете нашу вводную, то есть мы не просто так не с потолка взяли человека, потому что, к сожалению, о нем говорят не часто. Если мы говорим о Марке Прайсе, тут я вот позволю себе начать, мы безусловно говорим о его университетской карьере, потому что выстрелил он очень здорово. Он выступал за университет Джорджа Тэг, выступал с 83 по 86 год и там был невероятен. Мы знаем, что командные успехи и индивидуальные, они порой разнятся, здесь, к сожалению, так и тоже на университетском даже уровне прошло, у него даже не получилось в NCAA добыть чемпионский титул. Но при этом он был очень хорош, он был очень хорош как в скоринге, так и в плеймейкинге. В скоринге сразу же отмечалось, что человек умел находить себе бросок и умел набирать очки с любой точки на паркете. Это достаточно важно, я думаю, что мы должны отмечать тот момент, что лучшее достижение вместе с Прайсом в университете у Джорджа Тэг было выход в региональный финал, то есть уже победитель регионального финала дальше в легендарный Final Four может выйти. И здесь в региональном финале, к сожалению, было поражение в сезоне 84-85, то есть, грубо говоря, в 1-4 NCAA. Вот, это если очень грубо говоря. Но в целом, если мы уже подводим какую-то планочку, мы здесь, наверное, долго не будем останавливаться, про его достижения. Он all-time лидер сразу в 4 показателях. Целых 4 показателя, это проценты с дуги, мы знаем, что это такая вещь для NCAA нестандартная, а в середине 80-х тем более. Так вот, 83-86, вся карьера 4 года, 44% из дуги. Невероятный показатель и, конечно, который, ну, немножко так заставляет волосы на голове и в разных местах шевелиться. По перехватам абсолютный лидер в истории Джорджа Тэг по сей день 240 в сумме за студенческую карьеру сделал. То есть он очень хорош был, грубо говоря, на перехватах, на защите на мяче, на ногах. То есть здесь, конечно, невероятно. Консекретив геймс, да, то есть сколько подряд игр он провел в старте? 126. Это очень немало, учитывая, что на тот момент там по 30 игр плюс-минус, да и сейчас, да, плюс-минус 30 игр. Здесь 126 игр начать в старте для студента. Опять же, некоторые там начинаются с камьи и потом переходят в старт. По-разному бывает в студенческом баскетболе. Здесь все 126 подряд в старте. Умница. Ну и, конечно же, отыгранные минуты. И как результат, сразу в трех штатах он именно в университетском баскетболе в Hall of Fame вошел. Это штат Джорджа непосредственно, Огайо и Оклахома. То есть, как по мне, это невероятный момент. Номер 25 ко всему, да, вот был выведен еще и в студенческом баскетболе. Как было в Инбах, как начиналось? Антон, прошу, как вообще с драфтом там была история? Вот что можешь сказать про драфт 1986 года? Да, Андрей. Начну я именно действительно с этой отметки. Но все, да, вот до драфта еще там за несколько недель, конечно, скауты, мы знаем, просматривают на протяжении всего сезона, нескольких сезонов игроков. И за вот какое-то время до драфта, до его старта, эти самые скауты, если честно говоря, сомневались вообще в том, что Марк Прайс должен быть выбран в первом раунде, несмотря на его хорошие результаты в NCAA и на невероятные достижения. Многие говорили, что он слишком мал, и то, что он слишком медленно передвигается, как для позиции поингарда. Мы знаем, что в тот момент ты либо должен быть каким-то уникальным разыгрывающим защитником, там с габаритами, с какими-то передачами, уникальным видением площадки, либо ты должен, соответственно, быть очень юрким, быстрым игроком и как бы проскальзывать мимо больших, которые на тот момент считались доминирующими в лиге. Но вот был такой товарищ Марк Прайс, он умел хорошо бросать, что в тот момент действительно не сильно приветствовалось. И вроде как отдавал передачи, но не считалось это чем-то сверхъестественным. В итоге выбирает его Dallas Mavericks во втором раунде под первым пиком, это 25-й общий выбор в 86-м году, но незадолго до самого выбора Cleveland Cavalers договорились о том, что именно в их команду он перейдет. Поэтому Dallas и Cleveland проводят трейд, в котором Марк Прайс отправляется на восток. Ну и тот драфт, чем еще запомнился, что был выбран в Cleveland не только Марк Прайс, еще к нему присоединился под первым пиком Брэд Доггерти, который также был обменен в Cleveland. То есть Cavalers очень хорошо себя показали как организация, которая уже начала собирать талантливых ребят. И они действительно поверили в Марка Прайса, они выбрали действительно очень классного центрового Брэда Доггерти. Ну и что из этого вышло, я думаю, может рассказать нам Артем. Как раз первые сезоны, первые шаги его в лиге. Единственное, что я позволю себе добавить, это то, что был выбран еще Рон Харпер, про которого забыли сказать. Мы знаем Харпер, да, человек, который очень многие вещи решал, был одним из лучших персональщиков. Просто в дополнение к тому, что сказал Антон, это безусловно невероятный драфт, невероятная сборища талантов, именно касательно Cleveland Cavalers. Артем, тебе слово, как проходил первый сезон, что можешь сказать и какие мысли на этот счет? Да, ребята, спасибо. Ну, я также добавлю, что приобрели Cavalers и Hot Rod Williams, замечательного форварда к себе в команду. Ну и, собственно, по итогам первого сезона Доггерти, Прайс и Hot Rod попали в первую сборную новичков. Ну и Cleveland тогда вообще был стремительно развивающейся командой, если можно так выразиться. Несмотря на то, что в первый сезон они в плей-офф так и не вышли, они очень хотели добиться успеха в лиге. Ну и в скором времени начали усиливать свою команду, уже через несколько сезонов присоединиться Бигмен Лэри Нэнс к этому составу. Ну, в принципе, подбиралась хорошая такая банда с Прайсом в качестве разыгрывающего, с Доггерти как центрового, который, кстати, по карьере набирает 19 очков и 9,5 подборов, что, как мне кажется, очень здорово. Ну и несмотря на то, что Прайса считали слабым игроком, где-то не готовым к НБА, слишком медленным, слишком маленьким, даже, как кто-то говорил, слишком умным, потому что он полагается на тактику, на баскетбольный IQ свой больше, чем на непосредственно атлетические умения. Но, тем не менее, да, Прайс провел достаточно неплохой первый сезон. Он набирал 7 очков в среднем за игру, 3 асиста. Ну, бросал не очень, эти его таланты проявятся намного позже, но и проводил он всего 18 минут в среднем за игру. Да, да и в целом, если мы говорим про первые шаги Кауэрс, то есть первый сезон, он такой был для ребят, всех вышеперечисленных нашего главного героя, больше таким, ну, вот, интро, интродьюс. То есть они появлялись в лиге. Сказать, что сильный буст по победам не был, потому что в сезоне 85-86 у Кливленда было 29 побед, в следующем году 31. То есть, да, небольшой буст, но здесь еще можно связать с приходом нового главного тренера, ведь в сезоне 86-87 появляется Ленни Уилкинс. Антон, какие мысли вообще вот с появлением этого тренера, первые шаги не только, да, наших новичков, но еще и Ленни Уилкинса в качестве главного тренера Кливленд Кавальерс? В Кливленд Ленни Уилкинс пришел уже, как человек, завоевывавший титул в Сиэтл Суперсоникс, это было в 1979 году, и, собственно, цель была одна у Кливленда, как правильно уже Артем заметил, это выйти в финал конференции, это побороться за титул, в общем, добиваться каких-никаких результатов. Ленни Уилкинс на эту кандидатуру подходил отлично, ведь человек с большим уже опытом выступлений, как в качестве, конечно, игрока самого NBA, так и уже в качестве тренера, ведь он с 1969 года тренирует, ну и получается к этому моменту стаж работы 15 лет. Плюс он довольно прямолинейен в своих решениях, работа с игроками никогда не вызывала каких-то огромных скандалов, и сама игра, она вот так легко адаптировалась под игроков звездных, то есть он, в принципе, давал дирижировать им игрой. Как раз Марк Прайс, человек на позиции разыгрывающего защитника, воплощает идеи тренера, либо же сам пытается, да, мяч разыгрывать, и, как отлично было замечено, своим игровым IQ управляет. И Марку Прайсу была отдана эта роль, он действительно пользовался своим талантом в разыгрывании мяча, в броске, и как бы Лени Уилкинсу даже не приходилось там чересчур много работы выполнять, потому что, имея в своем составе такого классного парня, он большинство работы, в принципе, выполнял сам и брал на себя ответственность. Но в первых сезонах, я вот лично отмечу для себя, Марку Прайсу отводилась роль небольшая все-таки. То есть Лени Уилкинс ему потихоньку давал возможность сначала закрепиться в составе, а уже потом получать больше возможностей для реализации. На чем это основывается? У Марка Прайса в первые три сезона больше двух бросков издали не было. Тут можно, конечно, аргументировать это двумя фактами. Первый факт, то, что Марк Прайс все-таки на тот момент Лига не была еще настолько бросающей и, возможно, связано то малое количество бросков Марка Прайса с тем, что Лига не бросала трехи в целом. Но если посмотреть на лучших шутеров того же Дэнни Эйнджа, то он 4,5-5 бросков в среднем совершал. И это был один из лучших по броскам из-за другим товарищей. Но уже в следующих сезонах, как раз после вот этих трех дебютных, Марка Прайс начал получать 5, 3,5-4 броска в среднем издали. Так что вот его роль увеличилась. Плюс в пятом сезоне Марк Прайс отдает 10,5 передач и таким образом уже, можно сказать, укрепляется в роли лидера. Так что Ленни Уилкинс и его работа по отношению к Марку Прайсу, она, безусловно, прошла успешно. То есть при Ленни Уилкинсе Марк Прайс показывал свой лучший баскетбол. Ну а для команды Кливленд Кавалерс, как это сказалось, я думаю, нужно переходить уже к следующей теме, а собственно к теме Райвори Чикаго и Кливленд Кавалерс. Да, тема классная. Тут опять же надо говорить о том, что команды встречались много, команды встречались принципиально. И на тот момент тут нам даже здорово показывалось в сериале «Последний танец», когда мы говорили о том, что вот получается вообще в лиге, как грамотно выразиться, да, то есть как они расставляются приоритеты между конкретными командами. Что есть вот звездная команда, но угасающая, какой были уже, наверное, все-таки Бостон Селтикс, да, которые вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, они вот все-таки там уже готовились к концу 80-х. Вот угасать были все-таки Лейкерс, которые там еще на подъеме, еще готовы в финал ездить, но там уже стареющий Карим. И вот, когда мы на это все смотрим, нам говорили, вот на Востоке есть замечательные две молодые, очень атлетичные принципиальные команды. Кливент Кавлерс, Чикаго Буллс. То есть здесь Райварли, оно началось еще до того, как команды первый раз сцепились в плей-офф. Это достаточно уникальный случай, потому что, ну, после этого мы с таким сталкивались очень нечасто. И здесь нам как будто почву для этого Райварли сами, сама лига создала. Это безумно здорово. И здесь, конечно, можно начать тогда, наверное, с их первых серий. Артем, тебе слово. Да, спасибо. Собственно, первый раз встретились эти команды в плей-офф. Вообще, не только в контексте противостояния команды Фрайса и команды Джордана, а в принципе в истории Чикаго и в истории Кливленда. В 88-м году, в первом раунде плей-офф, Чикаго выходил с третьего места, а Кливленд с шестого. Ну, то есть определенное превосходство было за Майклом Джорданом и его бандой. Но, тем не менее, это было совсем нелегко. И по регулярному сезону они сыграли вровень 3-3. Команды играли друг с другом шесть раз в течение сезона, поскольку были также и соперниками по дивизиону. Поэтому все обострялось еще больше. Но, когда дошло до плей-офф, уже стало все сложнее, потому что дошло даже до пятой игры. Первые две взял Чикаго дома у себя, и потом третью и четвертую в Орегоне уже Кавалерс не упустили, естественно. Ну, и все решилось в пятой встрече. Как проявил себя Марк Прайс в первом своем участии в плей-офф, он очень здорово играл. Он был на паркете в течение 41 минуты в среднем за игру, забивал 57% двухочковых и 42-3 очковых, 96% штрафных бросков реализовывал, и делал еще при этом 7,5 передач. Это просто невероятное выступление, честно говоря. Да, даже я не знаю, что добавить. То есть, когда мы смотрим, тем более, что для маленького игрока он уже был таким цепким, юрким даже на подборах. То есть, почти 4 подбора в среднем за серию, учитывая, что там все-таки Оукли в Чикаго бегали, Хоррес Грант, Скотти Пиппин, Людик, да даже Майкл Джордан, который был гораздо атлетичнее, несмотря на то, что еще не начинал качаться, он все равно был атлетичнее, он все равно был быстрее, там, как угодно это называйте. И как бы то, что товарищ Прайс умудрялся там где-то какие-то подборы забирать. То есть, это очень умный игрок, мы снова к этому возвращаемся. Это тот самый умный баскетболист, который, ну, такие вот вещи мог вытворять благодаря своему баскетбольному IQ. И что самое интересное, очень многие газеты вот на первую свою серию отмечали интересные варианты розыгрыша, да. Первые вот эти вот полноценные пик-н-роллы на трехочковой линии. Ведь до Марка Прайса и до компании их, по сути, не было. И вот вообще такие моменты, когда мы вот анализируем, да, первую серию плей-офф, там, может, последующая. Вот мне интересно мнение Антона здесь. Как думаешь вообще, вот эти вещи Прайса уже как-то олицетворяют? Ведь человек, по сути, первопроходец в этих вещах конкретных, тактических розыгрышах. Вот это его ставят уже на какой-то пантеон, или как? Ну, тут важно отметить, что в этом сезоне пришел в команду Лэри Нэнс, и этот человек, и до этого была такая, скажем, схема и вариация игры, когда с Нэнсом играли пик-н-роллы, там, и это было... Просто мне сложно сказать, что там с Лэри Нэнсом не играли пик-н-роллы на той же дуге. Просто к этому, наверное, значению такого не придавалось, учитывая, что сколько Лэри Нэнс в NBA провел, а к тому моменту, там, несколько сезонов, да, это было в Фениксе, и, в принципе, он, ну, не успел еще так сильно запомниться там болельщикам, чтобы какого-то разыгрывающего защитника, играющего рядом с ним, отмечали. Но тут, опять же, к Джордану, к Чикаго очень много внимания приковано, и, конечно, соперник, который вот так удивляет уже в первом раунде, Марк Прайс в своем первом сезоне в плей-офф, вот здесь у него был шанс даже, я бы сказал, забраться еще выше на тот пантеон. То есть, если бы Кливленд удалось обыграть, там, первый сезон Марка Прайса, когда он является любимым по-черкому передачам, да, Марку Прайса обыграть Майкла Джордана, да, ты правильно подметил, то, конечно, Марк Прайс мог бы вообще быть, там, одним из величайших пуинг-гардов, условно, в истории, ну, опять же, зная историю, что Джордан там выиграет свои остальные титулы, но происходит то, что формируется хорошая команда, есть хороший тренер Ленни Уилкинс, есть уже, как было раньше отмечено, и Брэд Доггерси в команде, и там, Ход Род Уильямс, они все вместе пришли, там, завоевывали награды, себя классно проявляли, и в том числе это делал Марк Прайс. Назвать его первопроходцем вот в этом стиле баскетбола, я, наверное, не скажу. Вот у меня к вам будет такой вопрос, насколько действительно повезло Марку Прайсу с организацией Кливленд Кавалерс. Мог бы ли себя он проявить так же успешно, так же хорошо, и эти все свои идеи в другой команде, в другом коллективе. Ведь мы не так давно обсуждали Чарльза Баркли и Филадельфию, куда он попал. Вот опять же, с Марком Прайсом, если проводить такие параллели, видите ли вы то, что ему еще и повезло, в том плане, что он попал в хорошую организацию? Ну это всегда так. То есть тут, безусловно, всегда так. Когда мы говорим о таких вещах, здесь же очень важно понимать, что это за игрок сначала. То есть какой игрок, и куда он попадает. Я вот именно в такой иерархии всегда рассуждаю, мы даже на матчах с тобой к этому приходили, что если игрок, допустим, бестолковый, возьмем современного Эндрю Уиггинса, при всем к нему уважении, но в хорошей грамотной системе, попади он в нее, он бы мог при конкретной роли делать то, 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 чего мы ждем в условном Golden State, если его там не обменяют никуда. Здесь же с Марком Прайсом какая история изначально? Очень-очень умный баскетболист. Вопрос в том, что доверили бы ему в другой команде броски, и дали бы ему такую роль. Вот это да, это очень хороший вопрос. То есть вопрос доверия-недоверия, как бы он смог завоевать в другой команде свою роль. Но, исходя из умений и таланта Марка Прайса, мне кажется, он в любом случае в лиге бы не потерялся. Может быть, чуть меньше, может быть, даже чуть больше, где-нибудь более ярко зажегся, потому что рядом не было бы очень крутых товарищей по команде, и, может быть, ему бы пришлось там больше, допустим, где-то набирать. То есть тяжело сказать, был бы он хуже, лучше, но, мне кажется, Марк Прайс при другом коллективе не потерялся бы, учитывая его, в первую очередь, навыки баскетбольного понимания, то есть вот вообще его баскетбольное IQ. Артем, ты что думаешь? Да, ребят, отличный вопрос. Я думаю, что... Я согласен с тем, что Андрей говорил, относительно того, что Прайс все равно бы оставался в лиге, но нельзя не отметить, что в Кливленде, где он играл с Доггерти и с Ларри Нэнсом, ну, черт возьми, ну, это мечта любого разыгрывающего иметь таких партнеров, таких больших в своей команде, потому что вот эти пик-н-роллы, за счет которых Прайс жил, которые тогда становились популярными, это был его баскетбольный хлеб, так сказать. И когда у тебя в бэккорте есть Рон Харпер, который может тебя в защите подстраховать, да, потому что Прайс немного был все-таки слаб на своей половине площадки. Ну, даже не сказать слаб, это, наверное, я слишком загнул, а ниже среднего. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что, безусловно, ему повезло, очень повезло, он попал в команду именно в ту, в которую игрок с его стилем должен был попасть, и он мог процветать. Ну, это опять вот то, о чем Антон говорил, то есть очень хорошая работа менеджмента. Именно вот менеджмент понял, кто им нужен, они увидели хороший скаутский отчет, скаутская работа хорошая проведена, то есть мы сразу отмечаем, что на тот момент Cleven Cavalers очень крутая и сильная организация. Причем они ведь не выбирали, то есть игроков, они целенаправленно их обменивали, то есть они именно себе их... Ну, сразу после драфта. Сразу, да, то есть они как бы не то, что вот у нас есть такой список игроков, давайте подумаем, кого выбрать. Если с Брэдом Доггерти это было так, то вот уже, хотя опять же, Брэд Доггерти, они ведь тоже его обменяли, то есть тоже это был такой момент. И, соответственно, с Марком Прайсом. То есть здесь, конечно, организация Cavalers сработала на отлично. Я просто, вот заканчивая вот эту тему с пикин-роллами Марком Прайсом стал ли он им первопроходцем, я все-таки склонен сказать нет. И я аргументирую это еще тем, что вот эти количество передач, оно скорее было воплощением той роли, которую ему дали. Потому как не будь... Ну, на Дуге, тут вопрос именно на Дуге. Не-не-не, тут вопрос именно на трехочковой же не играли пикин-роллы, всегда играли дальше. То есть тут, именно, понимаешь, наверху уникальный момент очень был отмечен тогда даже баскетбольными тренерами. Я думаю, что просто сложились удачные звезды. Вот извини, да, я вот отмечу просто, что слишком было много совпадений, чтобы не сыграть вот так. То есть, зная, как Марк Прайс хорошо умеет бросать, зная то, что Ленни Уилкинс тоже все-таки не тренер, не дурак, и как-то к этому руку, наверное, предложил, и понимая то, что вот много общения между Доггерти Нэнсом и Прайсом происходит, они, наверное, пришли к этому совместному решению. То есть, если говорить чисто фактически, это можно считать как одним из таких уникальных решений, но я не думаю, что именно Марк Прайс сыграл в этом какую-то мега роль. То есть, типа, вот у меня такая идея, парни, давайте мы сыграем. То есть, я вот не согласен с этим. Мне кажется, что вообще Марк Прайс, он как там шутер, как действительно, он приходил в лигу отличным парнем с хорошим IQ, но ему помогла организация, опять же, в этих передачах, в этом количестве пасов. То есть, он действительно получил даже порой первую роль, роль первой скрипки, хотя к этому, мне кажется, ну, никто не был, что Марк Прайс сейчас будет первой скрипкой. Тогда к этому лига не была готова даже больше. То есть, не конкретный коллектив, а лига, потому что тогда играли по-другому. Если к Джордану как относились плохо, то, ну, еще на драфте, то с Прайсом и тем более, конечно. Да, да, ну, вот, как бы, да, это здорово. На самом деле, у нас тут, наверное, немножко мнение расходится, но, опять же, вот, слушатели, зрители, всегда можете не писать, чья вам точка зрения ближе. Это очень круто. Второй момент по, там, даблтимам, не даблтимам, там можно многое обсуждать, но Марк Прайс вот так или иначе очень многие вещи делал либо первым, либо одним из первых. Вот, что стоит отметить. В любом случае, я думаю, это компромисс будет, что он, может, где-то был новатором, где-то не был, но он делал их одним из первых и дальше уже в лиге стали больше этого делать. Вопрос дальше такой. Хороший вам, как с, да, вот уже болельщикам Феникса Санс мы все-таки обсуждали Чарльза Барклия и вот хороший момент от Артема подъехал, я тогда ему первым словом здесь дам, по поводу Кевина Джонсона и то, что вот стилистический антипод, потому что, как ни крути, мы говорим о таких вещах, да, перед тем, как вернуться уже к дальнейшим развитием, как там карьера шла. Ведь Кевин Джонсон это был такой очень атлетичный, мощный, такой классный, разыгрывающий, такой, что-то Оскар-Робертсоновское такое. А Прайс это все-таки другой товарищ и вот по сравнению с этим, что можешь сказать, Артем? Да, Андрей, спасибо, отличный вопрос, но я напомню, что Кевин Джонсон изначально выступал именно в составе Кливленда, он был выбран на драфте в 87-м году и изначально он был бэкапом для Марка Прайса, но потом они обменяли его как раз на Ларри Нэнса, потому что, ну, был достаточно хороший разыгрывающий, был Рон Харкер, который мог выступать в принципе при необходимости в этом же качестве, поэтому он Кавальерс, в общем-то, был не нужен. Была ли это ставка на Прайса, а не на Джонсона правильно? Это, конечно, очень спорный вопрос, это зависит от того, какой стиль вы любите, чего вы ждете от своего разыгрывающего, но так или иначе, Джонсона, Марка Уэста и Тайрона Корбина вместе с драфт-пиком первого раунда обменяли на звездного бигмена Ларри Нэнса Феникс. Ну, и, честно говоря, да, трудно себе представить двух столь различных игроков. Все-таки, я думаю, что Антон здесь со мной согласится, Кевин Джонсон напоминает Рассела Уэстбрука скорее, с этими силовыми проходами под кольцо, со способностью поставить сверху через кого угодно, он даже через Хакима Донковал, прости господи. Вот, в то время как Прайс, это такой совершенно другой тип игрока, может быть, напоминает другого разыгрывающего Феникса, уж так получается, что мы вновь скатываемся к Санс очередной раз, в том, что касается сравнений, но если вам хочется чего-то другого, я думаю, что можно уподобить его, да, со Стивом Нэшем можно его сравнить, и я думаю, что второе сравнение, которое делал сам Стив Керр, который успел поиграть вместе с Прайсом в Кливленде, это, конечно же, Стэв Карри. Ну вот, как бы, возможно, то есть тут тяжело на самом деле сказать, просто момент какой для меня, почему я его отметил, это все-таки мы находимся в одном временном таймлайне с вами, и здесь вот эта первая серия с Кливлендом, вот этот обмен Джонсона, это все 87-88 год, это все один по сути сезон, и как бы здесь, как ни крути, мы далеко не уезжаем, и могло ли бы там по-другому сложиться, не сложиться, вопрос, наверное тогда вот следующее, если мы дальше возвращаемся к противостоянию, на твой взгляд, Антон, мы смотрим данной серии, мы смотрели с тобой и обсуждали по последнему танцу, как ты думаешь, вот чего Кливленду не хватало, чтобы с Чикаго справиться, ведь не только одним Джорданом там все делалось, с Чикаго, это не только Майкл Джордан. Ну на самом деле, для противостояния с Джорданом они как раз-то наверное и подписывали у Нэнс, это я просто продолжу мыслить у Артема, потому что с Кевином Джонсоном мне лично было бы интересно посмотреть, что могло у Прайса получиться. Кевин Джонсон в роли поинтгарда, Марк Прайс как атакующий защитник, но в тот момент просто лига не была готова и Кливленд не был готов, вот именно, то есть они были готовы принять Марка Прайса, такого эктакового новатора, но не готовы были прямо вот идти совсем жесткий момент с тем, что у вас будут два маленьких игрока, один из них атлетичный, второй будет просто бросать издали, то есть много бросать. Если в тот момент Кливленд бы понял, то что это действительно может приносить успех, вот игра на трехочковой, то есть у вас есть такой Марк Прайс, который 48, 45 процентов издали попадает, просто грузите его, дайте ему бросать много, тогда это могло бы сработать на самом деле. Они же могли еще и бэккорд сделать, то есть мне кажется, лига не была готова именно к маленькому бэккорту, то есть Кевин Джонсон и Марк Прайс. Но это могло сработать просто на самом деле, если возвращаться к этому, Кливленд просто не рискнул, они пошли более правильным на тот момент путем стратегическим, они решили выменять еще одного большого, так как лига строилась на больших, у них был уже Брэд Доггарти, но они еще к нему в пару выписали звездного Ларри Нэнса, отдав молодого, перспективного, но еще непонятного Кевина Джонсона до конца. Поэтому здесь они именно целенаправленно шли бороться, бороться за что-то. Но вот как мы видим, действительно, чего не хватило против борьбы с Чикаго, вот я отсюда сделаю вывод, не хватило чего-то нестандартного, то есть еще более нестандартного, наверное. Хотя, это, наверное, даже немного глупо сказано, учитывая, как мы знаем, что потом в пятиматчевой серии одно очко всего лишь и один бросок, прости господи, Джона Пэксонса решил исход всего противостояния. Но не было той харизмы у того Клибленда, чтобы такому Джордану и такому Чикаго противостоять. Здесь либо нужно нестандартно играть, либо нужно в противовес что-то такое же давать, что давали те Чикаго. Но плюс защита. Не было ни первого, ни второго. Плюс защита, как по мне. То есть тебе надо индивидуально понимать, вот когда про Рона Харпера мы говорим, вот эти ошибки, я думаю, вы четко их помните, что был, по сути, там персональщик, который мог с Джорданом тягаться, Рон Харпер. И даже сам Майкл об этом говорил, что поставь против меня Харпера вот этого знаменитого броска, не факт, чтобы получилось, да, и как бы вот эти размены все тренерские непонятные, почему они происходят. Вот как-то, тут возвращаясь немножко к тренерской теме такой, они были немножко, ну, некоторые решения не совсем, как кажется, оправданы. Ладно, следующий сезон 88-89, первая поездка на матч всех звезд, тут же, да, опять же, мы смотрим на человека, который уже, ну, так вот подбирается немножко вверх, он показывает себя как человек, который, ну, очень даже достойно выступает, и выступает настолько круто, что в сезоне 88-89 как раз-таки и попадает в клуб 50-40-90. А все-таки можно сказать, что в таком случае это вот первый такой прорывной сезон, как вы думаете? Да, я начну. На самом деле, как я уже ранее сказал в нашем разговоре, что вот, да, три сезона как-то ему даже немного не давали до конца раскрыться, то есть, его постепенно Леонид Уилкинс подводил к роли большой, но уже затем в этом сезоне, да, действительно, понимая, в каком баскетболе играют, здесь немножко уже сыгрались вот эти трио, и Марку Прайсу действительно была доручная роль больше, и он ее полностью оправдал, то есть, да, действительно, за счет этого и получился прорыв. Марк Прайс начал раскрывать свои крылья, начал продолжать попадать с таким же великолепным процентом, если мы посмотрим на статистику, то в сезоне 88-89 у Марка Прайса 89-90, ты ведь сказал? Нет, 88-89, нет, 80-88-89, у него был процент 44, то есть, при этом количество попыток выросло на одну, и это, как бы, ну, немало, это уже немало, а то, что, да, и у него впервые в карьере было 90% штрафных, то есть, действительно, ему не хватало вот в этом всем списке только проценты штрафных, которые он подтянул, ну, и по итогам карьеры, как мы уже немножко забежим вперед, он 90% в среднем и будет попадать, ну, и плюс по цифрам, у него 19 очков на 2,5 передачи он стал выдавать больше, и даже полтора перехвата записывал на свой счет, то есть, он улучшился, и вот этот прогресс случился, ну, и первая поездка на матч всех звезд стала вот таким подарком за его работу. Ну, такой момент дальше интересный, вопрос Артему уже будет, поездка на матч всех звезд, по окончании сезона он попадает в третью символическую сборную, но в этот же момент, в этот же год, во вторую символическую сборную, на ту же самую позицию практически, да, ну, там рядом со Стоктоном, попадает Кевин Джонсон Финикси, и то есть, вот для меня это такой интересный момент, мы все равно к этому возвращаемся, потому что Марк Прайс, да, это единственный игрок, который вообще в этих сборных представлен, то есть, там только в защитной команде Лэри Нэнс был первый в том году, но когда мы смотрим по вот именно символическим сборным, никого из Кливленда, кроме Марка Прайса, даже близко нет, а он только в третьей сборной, и Кевин Джонсон сразу во второй, он сразу показывает себя, ну, чуть ярче, я не скажу лучше, там еще что-то, но он показывает себя ярче, не прогадал ли в итоге Кливленд, как ты думаешь, Артем? Да, Андрей, замечательный вопрос, на самом деле, ну, я добавлю, что Кевин Джонсон тот сезон 88-89 вывел Феникс в финал конференции, где проиграли Лейкерс во главе свою команду вместе с Томом Чемберсом и другими. Прогадал ли Кливленд, я думаю, что все-таки нет, потому что Прайс отлично проходил, отлично подходил на роль, которая ему отводилась, и проблемы, которые были у Кавальерс, они были никак не связаны лично с Марком Прайсом. Мне кажется, что в этом смысле даже Марк, может быть, чуть лучше подходил, потому что с таким количеством сильных бигменов тебе нужен кто-то, кто попадает много трех, как он это делал в 88-89, и уже в следующем году он это делал на еще большем уровне, когда он там бросал когда он удвоил количество бросков, да, процент чуть-чуть упал, но... Но он при этом бросал половину трехочковых Кливленда. В сезоне 89-90 Кливленд бросал 10 раз трехки, и 5 из них это трехки Прайса, из них 2 он попадал, при этом средний показатель по лиге был 6,5 бросков, на сегодняшний день это, конечно, немного смешно звучит, сегодня за четверть команда может бросить больше трех, и это совершенно нормально, так что мне кажется, что нет, они бы отлично работали вместе, о чем Антон уже говорил, но, к сожалению, тогда это было слишком неортодоксальное решение. вопрос тогда, вот если едем дальше, уже сезон 88-89 для Кливленда ну, вот как бы все-таки становится уже таким более поворотным, интересным, и сам Кливленд дальше вот продолжает свое путешествие по плей-офф, но там снова первый раунд, что там происходит, как Антон вещает? Ну да, мы, собственно, к этому немножко уже вернулись, и я немножко забежал, может быть, вперед, но здесь было все так же, один матч берется сначала Чикаго, потом Кливленд, потом снова Чикаго, и потом Кливленд в 185-4 игре побеждает, Майкл Джордан набирает 50 очков, но этого недостаточно, ну и игра номер 5, в которой как раз Кливленд за 10 секунд до конца выигрывает в счете, но Майкл Джордан в проходе скидывает на Пэксенса, который на трехе попадает, и 101-100 в итоге такое досадное поражение, Кливленд вновь терпит и вновь от Чикаго. И вот здесь, наверное, момент, в котором мы должны понять, что вот карьера Марка Прайса до 89-го года одна, даже до 90-го, и после это уже был другой отрезок. По сути, это его последний шанс был, наверное, на завоевание чемпионского титула в качестве главного лидера команды, в качестве праймового себя в физической форме, потому как потом пойдут травмы. И здесь можно сказать, что не свезло с одной стороны, но с другой, вот опять же, харизма, мне кажется, ментальная составляющая и провал тренерский, как ты уже отметил, Ленин Уилкинса, он здесь сыграл все-таки свою роль. То есть, Кливленд в организации не готов был соперничать с Чикаго. То есть, они вроде все систематически правильно сделали, но эпизоды, моменты, они решают игру, и когда у тебя, против тебя играет Майкл Джордан, то здесь, к сожалению, сложно что-то сделать. Ну да, ну и в принципе, похоже, ведь история будет чуть позже, точно такое же поражение в первом раунде, если мне память опять же не изменяет, то есть, там в принципе ничего сильного не меняется. Да, опять же, восточная конференция, первый раунд, сезон 89-90, но для самого Марка тут, конечно, все не так однозначно, то есть, надо отметить, год 90, там вот, действительно происходят травмы, но при этом в сезонах 92-93-94, вот если уже пойти чуть дальше, это настолько яркие годы были для Прайса, то есть, это я уже сразу буду подводить, да, тут вот за несколько моментов, просто объединю их в определенные вещи. Он за это время стал главным в франшизе по количеству перехватов и по количеству передач, на сегодняшний день он является вторым до сих пор по этим вещам в Кливленде. Он выиграл два года к ряду трехочковый контест, 93-94 год. В сезоне 92-94 он был в третьей сборной, также символической, а в 93-м году он попал в первую символическую сборную. И вот настолько ярко, индивидуально уже его отмечали, вот это безумно ведь здорово, и мне кажется, тут даже дело не совсем там, может, в командных-некомандных успехах, тут именно дело в том, как Прайс, может быть, даже несмотря на какие-то травмы, стал все-таки больше от ума играть, и при этом это как-то его даже раскрыло. Что думаешь на этот счет, Артем вообще, вот его этот отрезок выступлений, возьмем, наверное, с 91-го по 94-й год, что вообще думаешь? Да, ну, собственно, в сезоне 91-92 Кливлин все еще котировался, я, честно говоря, немного не согласен с тем, что вы раньше говорили, что это был последний его шанс. Нет, нет, с тем, что последний шанс чемпионства, я тоже не согласен, потому что там был, конечно, финал конференции. А последний шанс на чемпионство в качестве лидера команды, дальше он не будет лидером команды первой опции. Ну там Брэд Дуэрти. Возьмут на себя роль, а он лишь будет как подносчик снарядов и как опция на дуге, но он не будет именно главной ролью, как мы вот до этого просто рассуждали. Я просто хочу четко обозначить, что Марк Прайс, вы говорили, что он новатор баскетбола, что он человек, который... Ну, новатор по плеймейкингу. Он реально, он реально опережал на свое время в шутинге, вот, лигу. Дальше, после травы, Ну тут понимаешь, что немножко не так, мы тут говорили о новаторстве именно в плеймейкинге. Это не человек, который там баскетбол меняет, это человек, который конкретные вещи придумывал, который потом не придумал, да, стал чаще использовать, чем остальные. Действительно, за него, может, это делали, но в такой обиход это ввести, то есть сделать это частью игры, до этого ведь такого не было. И тут, я с тобой согласен, да, что в качестве первой опции он после уже не был там, да, то есть где-то, может быть, еще в сезоне 92, может быть, он еще был, но после уже точно нет. Он дальше уже уехал, это 100%. Просто мое мнение на этот счет, что вот почему, опять же, так случилось, это А, то, что были поражения и много поражений, Б, это то, что травма, все-таки после травмы ему не решились доверить вот эту опцию первую. И мне кажется, это могло быть ошибкой. И вот почему сейчас мы можем это обсудить просто вот в разрезе сезона 91-94 и вот этих неудач Кливленда. Ну там, слушай, там самые лучшие результаты за всю, чуть ли не историю. То есть, да, там, ну, с какими-то оговорочками, но это был второй финал конференции за все время для Кливленда в сезоне 91-92. Кливленд там себя, опять же, я не скажу, что показал, да, как-то плохо или просто тут какой момент, наверное, стоит отметить. Стоит отметить, что сами Кавальерс на тот момент, вот, которые Чикаго проиграют в шести матчах, они обыграли Бостон, они обыграли НЭЦ. Я не скажу, что там НЭЦ были очень талантливые, но Бостон обыграть 4-3, там, как бы, сам Прайс делал в среднем 19 плюс 8, попадал из Дуги очень прилично, там, ну, хотя нет, попадал из Дуги он хуже, обычно 33%, но тем не менее, мы помним, что Бостон все равно оставался с Макхейлом, Перишем, там, и Бёрдом очень защитной командой. И как бы просто, я считаю, что чуть позже, то есть я с тобой даже соглашусь, да, вот здесь, но скажу, что это было чуть-чуть позже, наверное, не 90-х год, а все-таки 92-й, когда у Кливленда все вот вниз пошло, потому что вот командные результаты, еще какие-то моменты, и сам Марк, он чуть-чуть меньше стал именно задействоваться в команде. Максимум, что я вот могу, все-таки давай, мы немножко подискутируем, все-таки надо этот момент обозначить, если уж ты придерживаешься такого мнения, я просто приведу статистически. В сезоне 93-94 плей-офф 30 и 22% попадает Марк Прайс из Дуги, до этого в плей-оффе он меньше 36% не попадал, и 36% приходилось как раз на сезон 92-го года, в 89-м и 88-м 37,5 и 41% издали. В регулярном сезоне Марк Прайс представил одной персоной, даже по ходу уже годов 91-94, но уже в плей-офф в этих же промежутках времени он отвратителен был именно в шутинге, а ведь на него делается составка как... я не скажу, что вот туда, вот, допустим, берем серию с Бостоном, я вот смотрю, да, полуфинал Востока, как бы он получил 24 броска из Дуги, в сумме это даже на сегодняшний день не самый плохой показатель, да, у лучшего шутера будет меньше. 92-й год берешь, 92-й, правильно, 92-м году, он 36% попадал, но это один год из этих четырех, где он попадал хотя бы 36%. Ну вот, я так вот, почему я аргументирую, что после 92-го, наверное, был спад все-таки, 92-й был, ну, чуть ли не лучший год карьере Прайса. Да, может быть, ты прав, что в 92-м он еще кое-как, но здесь уже произошел, к чему я опять же возвращаюсь, пришел к переходу роли. Марка Прайса стали обозначать, обозначать не как первую опцию команды, как вокруг него в первую очередь все крутится, перешла роль Брэда Доггерти и как раз-таки товарищу Лори Нэнсу, и уже Марк Прайс был составляющей этой двоицы, и он должен был попадать трехи, и в сезоне 92 действительно он справился с этой ролью, ты правильно подметил, это был, возможно, действительно лучший вообще Кливленд и с того времени, но уже дальше вот эта роль его на втором плане, она сгала в шутку. То есть, возможно, если бы ему давали все-таки с мячом больше вот именно по моменту того, что он будет как первая опция разыгрывать, возможно, это было бы все-таки лучше, чем играть через пост, через Брэда Доггерти и так далее. Ну да, количество бросков дальше уменьшается, тут это даже заметно, потому что мы смотрим у Прайса, ну, оно прыгает чуть-чуть, 12-13, но, если в целом ты дальше отмаршиваешь по сезонам, то есть вот 93-94 еще этот спан мы видим, а дальше уже Марк Прайс 12-8, потом 11, потом 10 и так далее. Это бросков за игру, это, естественно, недальние попытки, упаси боже, сейчас по 12-то у нас, считай, никто не бросает. Вот, а именно по броскам за игру, то есть я смотрю относительно того, как ему, да, относительно лидеров команды, он все равно 12-13 бросал, он был одной из главных опций, скорее, я даже соглашусь с тобой здесь, что Брэд Доггерти был скорее первой опцией, потому что через него старались играть, а Марк Прайс это был человек, который эту игру создавал через Дуэрти, то есть Марк Прайс это человек-организатор, это созидатель, а Дуэрти это вот финишер такой, и вопрос тогда Артему здесь, ты что на этот счет думаешь, потому что вот, да, ты вот с Антоном не согласился, вот что ты думаешь, какая твоя аргументация, какие твои мысли? Да, я бы хотел начать с того, что, собственно, Мэджик, Мэджик Джонсон назвал Кливленд командой 90-х, что вот эта декада будет именно за Кавальерс, как ему казалось в 90-м году, ну, поэтому все считали, что все у них сложится очень круто, но, да, Прайс, конечно, отходил на второй план, но мне не кажется это чем-то плохим или фатальным, все-таки странно, когда твой разыгрывающий это и твоя первая же опция в нападении, мне кажется, что так не должно быть, это может быть немного дико прозвучить сегодняшнюю эру, когда есть такие игроки, как Стэв Кайри тот же, но тогда все-таки было нормой, чтобы у тебя больше всего очков набирал твой большой или форвард, или даже атакующий защитник, как Майкл Джордан, но не разыгрывающий, суперскореров, разыгрывающих, ну, я не думаю, что их тогда было очень много, я понимаю, о чем ты говоришь, извини, что перебиваю, но мне кажется, здесь вы на самом деле с Антоном не слишком на полярных мнениях находитесь, потому что я понимаю, о чем ты говоришь, то есть они на тот момент, на ту эпоху не захотели рискнуть, но здесь я немножко с Антоном соглашусь, что а вот если бы они рискнули, упали бы их так результат, потому что Прайс, несмотря ни на какие травмы, оставался великолепным шутером, вот консистент шутером, вот стабильным, он был стабильным игроком. Я просто хочу еще вот вклиниться немножко в разговор, просто еще раз обозначить, вот еще раз, чтобы вы хорошо подумали, поняли мою мысль, даже дело здесь не в том, что там Кливлинг неправильно, например, выступил по отношению к Марку Прайсу, нет, стратегически, я еще раз хочу сказать, они все делали правильно, но они действительно не рискнули, потому что Марк Прайс, возможно, потерял даже какую-то уверенность, еще раз, вот есть по броскам именно плей-офф, я даже не сезон регулярный был, плей-офф, у него в плей-оффе 22% и 30%. Это серьезно, да, серьезно, и, кстати, процент с игры тоже, 40 и 44, у него до этого меньше 50 в плей-оффе вообще не было, вот именно после сезона 92, то есть мне кажется, с ним сыграло эта злую шутку, что вот как бы от него отошла вот этот момент лидера, все-таки командного. Ну, кстати, это взаимосвязанные вещи, согласитесь, вот мы с тобой даже там сезоны, да, делаем свое управление командой, у тебя, товарищ, не один плей-офф плохо попадает, и все равно образы правления ты отдашь другому человеку, потому что у тебя один сезон, второй ты плей-офф смотришь, блин, он плохо бросает, дай-ка я первую роль отдам все-таки, наверное, человеку большому. Но ведь это произошло раньше, это произошло раньше, еще в сезоне 92, уже 91-92 уже начался переход к тому, что Доггерти и Лейн-Энс, когда еще бросает. Я не вижу, что в количестве бросков он меньше бросает. Нет, не в количестве бросков, я имею в виду в целом уголовном плане. Процент падает, это эффективность падает, и потом количество бросков переходит. Тут, наверное, я бы просто сказал, что он в эффективности хуже стал. То есть он менее, ну, когда у человека падает процент, это не значит, что его уже меньше задействует. Тут, наверное, ухудшение эффективности, скорее так. Ну, пускай будет так, в общем, я думаю, что... Ну да, я твою мысль понял. Нет, ну ты прав, в принципе, я говорю, мы в принципе все все равно, несмотря на то, что да, где-то тут не согласны, все равно к одному мнению приходим. Артем, тогда договаривай, извини, что перебили, да, тут просто такая жаркая дискуссия, она очень интересная, это здорово, так что вообще никаких проблем. Мне кажется, я все-таки добавлю, что из-за травм Прайс немного потерял скорости. На самом деле, чудо, как он восстанавливался столько раз, и он полагался все-таки на IQ, мы уже в который раз за выпуск к этому возвращаемся. Может быть, он в этом смысле немного потерял, и приходилось просто тренерскому штабу Cavaliers действовать так, чтобы использовать других игроков в основном. Латать слабые места, да, как бы дыры слабые затыкались. У него была травма в 90-м году, первая, которая вообще была обозначена, как раз, там даже вышла статья, травма, связанная с коленом. В 91-м году он уже пропустил там много сезонов, а уже с кистью непосредственно проблемы начались в сезоне 94-95, и после этого он там уже очень приятно с коленом и с рукой. Но мне кажется, что да, скорость могла на него повлиять, но ведь не на бросок, тебе не кажется, Артём? Ну, работа ног. Нет? Ну, вот да. И кроме того, я бы добавил, что может быть, это сейчас не была бы проблема, но тогда, наверное, об этом вообще не думали. Прайсу не помешал бы в команду ещё один шутер примерно такого же калибра, как он, потому что, ну а кто у него был из хороших... Телкарри, Голдал Карри, но они... Стив Керр. Ну, Стив Керр, да, но всё-таки нужен кто-то, кто бросал бы именно столько же, сколько он, не ролевик, а именно в старте. А мы тут возвращаемся к вопросу риска, опять же. Почему Кливленд, Кливленд не захотел, мне кажется, рисковать? Они вроде и брали, но они с твой стиль игры не меняли по то, чтобы трёхочковых бросать. То есть, когда они видели, вот почему, опять же, в первых сезонах Марк Пайс не бросал много трёхочковых, потому что был кто-то другой, кто там столько же бросал. Потом просто Марку Пайсу дали возможность видя, какую он эффективность приносит, но командно, вот если мы посмотрим по лиге, то Кливленд не был там лидером трёхочковых. И вот, наверное, опять же, проблема в итоге в Кливленда, даже не проблема, это просто то, что могло помешать именно выиграть титул, условно. Чемпионство, да. То, что они боялись рискнуть, боялись в баскетбол, изменить баскетбол в эпохе, то есть конкретно сделать... Стать командными новаторами, то есть не индивидуально. стать Голден Стейтом только в 90-м году. Вот именно, потому что для этого ресурс есть, тут я вообще полностью согласен, для этого был ресурс, для этого были возможности разные, потому что, если мы смотрим, там был весьма интересный товарищ Майк Сэндерс, который не бросал, но при этом очень хорошим эффективным финишером был на своё время, был товарищ Джеральд Уилкинс, который, как ни крути, но и за дуги попасть мог и что-то сделать, там были очень интересные товарищи по исполнениям, которые вот для Голден Стейт, да, вот с этой сомнением были, просто с другой стороны, я понимаю, что Кливленд не рискнули, потому что это вообще тогда баскетболом, наверное, не считалось, все как Грег Попович смотрели на трёхочковые, типа, да фу, да гадость, это так, это дополнение к баскетболу, это не баскетбол, баскетбол, он заключается в проходе, там, в завершении, уже непосредственно при сближении с кольцом, но никак не вот при броске, и тут интересный такой момент, что у меня создаётся ощущение, что так же вы смотрели, как мы сегодня смотрим на Феникс, когда люди пальцем у виска крутят, типа, ну, дураки у вас там, Такер и Маклемор с Джеффом Грином на центровом бегают, все пальцем у виска крутят, а тут, как бы ты смотришь, вау, круто, здорово, то есть, вот это, такие возможности были, но они вот согласен? Да, безусловно, мне кажется, вы всё здорово сформулировали. Ну, тогда я предлагаю чуть дальше двигаться, потому что у нас есть ещё моменты, которые можно цепануть и обсудить. Момент по, вообще, вот, мы всё-таки говорим, как дальше карьера развивалась, прежде чем идти каким-то уже, да, выводом, ещё чему-то. Мы всё-таки можем сказать, что Марк Прайс там так и так зажигал, но вот после 94-го года, к сожалению, всё пошло грустно, вот Антон уже упомянул о травме кисти в 95-м, если не ошибаюсь, да, вот, и тогда, наверное, тут Артём, что думаешь, вот почему вообще Кливин все-таки решил не рисковать и отдать его в другую команду, как вообще, что получалось, вот, что ты думаешь на этот счёт по вот его дальнейшей карьере? Да, ну, вот я сразу скажу, что хотелось бы подвести небольшой итог по Прайму, Прайс, если ты позволишь. конечно. Поэтому я озвучу его статистику общую с 88-го по 93-й год в регулярке. 17,9 очков, 7,9 передач, почти три подбора, полтора перехвата, 49% двухочковых, 41,5 трёхочковых и 91,5 с линией штрафных бросков. Невероятные показатели, то есть 18 плюс 8 и почти 50-40-90. На 7 лет, это вообще жесть, то есть даже не на 7, на 6. Ну не, 87-88, если брать как первый год 92-93, тут 6 лет получается. А, ну да. Вот, но это дикие показатели вообще. У меня, такой, кстати, я сейчас интересный момент смотрю, который мы упустили, в сезон 92-93, там, да, последний раз был второй раунд, и потом уж он аж почти до Леброна его не было, а даже до Леброна его не было дальше у Кливленда, а Ленни Уилкинса сменили на товарища Фрателло. Как вы думаете, насколько это связано с этим вот, Артем? Да, конечно, мне кажется, что Кливленд понял, что, ну, что-то не получается, и как это бывает иногда, ну, когда у тебя с этой звездой не идет, значит, надо попробовать что-то еще, и вы его обмениваете, к сожалению, вы пробуете поменять тренера, это достаточно обычная история для НБА, как мне кажется. Да, я что-то как-то тоже думаю, что здесь просто Кливленд, опять же, погнался за результатом, и просто решили поменять одного тренера на другого, то есть они кардинально ничего такого сверхъестественного не принесли в игру, они просто решили, что Ленни Уилкинс был виноват в том, что команда не сумела пройти дальше, хотя состав, и в принципе руководители были правы, наверное, в этом, потому что у Ленни Уилкинса было все для того, чтобы выйти хотя бы раз, там, не знаю, в финал НБА, состав был чемпионского калибра, я в этом полностью уверен, просто вопрос системы, вопрос решений определенных, он, наверное, здесь загнал где-то в тупик команду, и, ну, как бы столько сезонов уже Ленни Уилкинс руководил, а я напомню, он с 86-го года, сезона 86-87, и по сезон 92-93, 8 лет, то есть там 8 лет, как бы это очень большой промежуток времени, если ты максимум финал-конференции добиваешься, конечно, тебя просто сместят с этой позиции, но Майк Фрателл, он ничего сильно не привнес, но тот Кливлен, ты тоже там на самом деле уже брался как просто какая-то опция дополнительная, и все. Ну, а тогда возвращаемся, да, вот к нашей вот этой теме, дальше, как у Марка Прайс, что пошло, вот что вообще, можешь сказать, Артем, как вообще, вот, учитывая, да, и Фрателла появившегося, и вот эту всю тему, что думаешь? Ну, я бы сказал, что вот в сезоне 94-95 в очередной раз, уже, по-моему, в пятый за карьеру Кливленд Марка Прайса выбыл из плей-офф именно от Чикаго, на самом деле грустная судьба вот такой вот командой, которая делалась с отличным, огромным потенциалом, но в итоге все-таки не хватило чего-то, и они стали просто примечанием в истории Майкла Джордана где-то. Ну, а дальше у него был немного Вашингтон, был Орландо, было Голден Стейт, ну, и все еще он там неплохо иногда выступал, проводил какие-то хорошие матчи, даже попадал трехочковый, который продолжал бросать много, это все еще оставалось его сильной стороной, но я не могу сказать, что это примечательные сезоны, или что он гнался за гайкой, он, собственно, после Кливленда и в плей-офф-то больше не выходил ни разу. Ну, по сути, да, и тут самое главное, опять же, что стоит отметить, опять мы говорим о том, что не происходит какая-то вещь одна, вот так мы уже третий выпуск с вами пишем, мы с вами так или иначе не первый, не второй, даже не пятый год в НБА варимся вообще в истории НБА, смотрим, и такой момент, что здесь ведь купа вещей, вот в купе как она все работает, 54-28 последний сезон был у Кливленда при Вилкинсе, дальше поражение 47-35, дальше 43-39, показатели немножко падают, плюс-минус там на уровне 45 побед все будет для Кливленда несколько лет держаться, но, когда мы на это все смотрим, мне немножко грустно, потому что и травмы, и смена тренера, и какие-то кадровые перестановки, и ротационные перестановки, здесь столько всяких вещей, которые в итоге вот у Прайса как будто всего шанс, ну чуть ли не один, не два было, то есть если у остальных игроков НБА так или иначе несколько шансов, ну обычно бывает там как-то очень сильно выстрелить, также титул получить, то тут как будто бы у Прайса ну был шанс, ну пытался зацепиться, где-то что-то ему не повезло и все, вот Антон, что думаешь на эту тему? Я думаю, что да, там один-два буквально сезона, ну наверное два все-таки, там два сезона было таких, где Марк Прайс и компания Кливленда могли бы зацепиться за там трофей, но вот опять же там где-то даже эпизод буквально решал в случае с Джорданом, но я считаю, что действительно организация в тот момент у Кливленда сделала все возможное для того, чтобы команда чемпионом стала, она очень классную команду подобрала, вообще к руководству вопросов никаких нет. Единственное, что Лени Уилкинс не оправдал надежды как тренер все же, он должен был какие-то решения в экстренных ситуациях принимать, он должен был как-то все-таки по-другому перестраивать игру команды, если у него не получалось, но он был прямолинеен и как бы команда вроде выходила даже в плей-офф все время, там первый раунд попадал или даже удалось ей в финал конференции дойти, но все время от тех же Чикаго они отлетали, действительно, ну и не хватило возможно ментальных каких-то качеств, потому что против того Джордана, ну сложно, конечно, опять же говорить, узная и самого Майкла и ту карьеру, которую он провел, но не нашлось у Кливленда такого лидера, такого человека, который смел бы противопоставить себя Джордану, по сути им был Марк Прайс, который, ну при всем уважении к Прайсу, он в игровом плане мог потягаться, но в плане ментальном против Майкла что-то выдавать, ну вот не такого характера он человек и видимо здесь нужен был кто-то еще, ну и плюс дальше травмы сгубили Марка, и вот эта вся история с тем, что долго-долго не рисковал Кливленд, долго-долго они шли вот эти 8 сезонов и они пытались все-таки с этого состава что-то выжать, если они выкинцы в том числе, ну а дальше уже просто карьера подошла к завершению, когда уже настало время перемен, ну и Кливленд тоже решил отказаться и от Марка Прайса через сезон получается, ну да, потому что там в сезоне 94-95 он уже играет вместо полноценного сезона 48 игр, по сути полсезонная команда говорит нет, дружище, все, давай-ка ты уедешь в другое место, там травма, в Буллиц он пройдет 7 матчей, дальше опять сменит, то есть по сути человек сменит команду, в команде сыграет во второй 7 матчей, снова меняет коллектив, для Прайса это был по сути подписанный приговор, потому что просто из того, что я вижу, то есть для Прайса это подписанный приговор, почему? Человек без атлетизма, даже с высоким баскетбольным IQ, с таким количеством травм и при этом находясь там почти 10 лет в одной системе, переходя в другие, переходя там скомканно не очень хорошо, вот это все в сумме оно дает не самый положительный результат, что очень сказывается на самом марке, потому что да, там были неплохие процентные линейки, в предпоследний свой год почти 40% из Дуги на 4 попытки, то есть Прайс все равно смотрелся здорово, но речь не о том, это какая-то тень того Прайса, потому что ни одного полноценного сезона там в старте он не провел больше, он получал свои стартовые линейки, даже большую часть сезона, у него такое было в Golden State, но при этом он все равно на какие-то матчи начинался с камней, потому что вот травмы, потому что вот Марк Прайс приходящий человек в другую команду. И Барланда как раз вот он уже играл последний когда сезон все провел, у него действительно произошел упадок статистики небольшой, не то чтобы он там резкий, какой-то кардинальный, но ему уже было 33 года на тот момент, 34% это почти худший его показатель по карьере получился, ну и с учетом того, что в Вашингтоне он за год до этого вообще там 7 матчей отыграл, понятное дело вся история с травмами заставила его подумать о завершении карьеры, ведь предложения от NBA у него были аж 15, причем Арландо готовы были долгосрочный контракт ему даже предложить, но Марк Прайс сказал, что он будет заботиться о своем здоровье, о семье и он решил действительно вот на этой ноте завершить свою карьеру по кончанию сезона 98, хотя вот повторюсь, даже несмотря на вот эту всю историю, команды были в большом количестве заинтересованы все равно вот в таком ветеране. Вопрос Артему здесь хороший, кстати, очень здорово он тут подвел. Артем, как думаешь, тут такой момент, вот действительно Марк Прайс ведь в теории мог продолжить, просто не в качестве игрока там уже старта, а быть сугубо ролевым шутером, которых в NBA к моменту 98 года было очень немало. То есть это уже такая появляющаяся вещь, шутинга было гораздо больше, это даже по инфографикам видно по, там, сколько бросков в среднем за игрой команды игроки делали за один матч. То есть вот здесь тебе не кажется, что Прайс еще пару сезонов в качестве ролевика очень даже мог быть именно таким ярким, хоть и ролевым, но все-таки ярким шутером? Безусловно, он мог быть, знаешь, запасным разыгрывающим, который выходил бы, разыгрывал несколько пик-н-роллов, бросал бы пару, тройку бросков из-за дуги, все это, конечно, могло быть, но мне кажется, что было некоторое разочарование у него и ушла, это его эпоха, потому что уже закончили карьеру Брэд Доггерти и Ларри Нэнс, вот ребята, с которыми они сделали тот самый великий Кливленд, я думаю, что можно все-таки таким эпитетом обозвать Кавальерс начала 90-х, мне кажется, что просто, ну, его время начало уходить и он не хотел в этом качестве оставаться, мы, в общем-то, уж, это довольно часто для звезд, которые не хотят, чтобы их запоминали просто ролевиками. Антон, что думаешь на этот счет, что он смог бы и Чикаре? я думаю, что он мог бы даже в какой-то чемпионской перстной спокойности забрать с его качествами. Как под конец карьеры Стивкер, да? Ну, на самом деле, да, он ведь действительно обладал всеми качествами необходимыми, он не был конфликтным, опять же, он вообще такой простой парень, выходящий со скамейки, набирающий очки, не претендующий на что-то большое, но при этом дающий очень много о команде. Ну, опять же, не повезло ему с тем, и он действительно правильное решение, на самом деле, вот это иногда называется по-мужски поступил, он действительно не захотел оставаться там в роли какого-то уже не совсем хорошего игрока. То есть, да, он мог бы там набирать условно 8 очков, выходить со скамейки к 6 игрок, может быть даже неплохой, но он хотел, чтобы его запомнили именно как классного шутера, как человека, который, ну, по сути, был одной из звезд той лиги. Ну да, но, кстати, вот у меня такой момент сложился, что он как будто бы мог остаться ментором, просто ему не хотелось уже играть, вот я, может быть, вот хороший момент, да, опять же, отмеченный мужской поступок, что гордость, что вот не хочется быть таким теневым товарищем, даже тенью былого себя, но при этом он опять же видно, что как будто бы хотел быть ментором для людей, потому что у него там были и попытки дальше быть ассистент-коучем, и дальше он пытался тренировать, и даже вот мы уже с Антоном перегинулись парой слов, что в прошлом году он был ассистентом в Denver Nuggets, ассистент-коучем 2018-2019, он был в определенных командах там и вот плеер-девелопмент, да, по развитию игроков, и по каким-то моментам еще, то есть он старался как-то зацепиться, что-то делать, и вроде бы, вот я просто, если бы не его такое решение, я подразумеваю, что ролевиком и одновременно ментором для молодых каких-то товарищей он был бы замечательным, потому что, учитывая его баскетбольный ум, даже какие-то старые игроки, которые на скамейке сидят и могут помочь своему тренеру подсказать в определенных игровых ситуациях, вот прайса в такой роли я лично бы увидел. Ну и, кстати, к слову о менторстве, вот о каких-то вещах наставнических, сейчас Артем очень классную историю расскажет, потому что мы с Антоном столкнулись с тем, что, по сути, вот с этой историей не совсем знакомо, хотя, опять же, за Н2 уже более-менее в том времени, ну, плотно следили, и вот Реджен Рондо, человек, который вообще без броска был, то есть он просто плохо бросал, человек, который на старте карьеры не бросал вообще, он в итоге, как мы знаем, очень неплохо научился попадать, и в 2010 году работал с Марком Прайсом. Как это было, Артем, рассказывай. Да, спасибо, Андрей. Действительно, была такая история, ну и, да, Рондо знают как человека, не умеющего бросать, но Прайс был, как тренер, известен именно тем, что он консультировал по броскам, он помогал людям с трехами, он помогал с джаммшотами, и с Рондо он работал летом 2009, по-моему, года, по настоянию Дока Риверса, это было, который отправил своего новичка поработать именно с Прайсом, потому что, ну, они знакомы, естественно, прекрасно, и поэтому Дока принял такое решение. Ну, и все считают, что, да, у Рондо развился достаточно неплохой джаммшот, я думаю, что болельщики Celtics не дадут мне в этом моменте соврать. Ну, кстати, как подтверждение, да, я сразу подскажу, мы с Антоном недавно комментировали на карантине уже серию Майами-Бостон 2012 года, матч серии либо номер 2, либо номер 3, по-моему, это все-таки был второй матч, и в овертайм перевел Рондо трехочковым, и в овертайме сравнивал счет на конце 188, Роджин Рон, то есть Рондо это, конечно, машина, он в итоге, ну, в нужные моменты стал попадать, причем трехочковые, то есть это вот подтверждение слава Артема. Ну да, и кроме того, в 2010 году, как мы помним, Бостон Селфикс вышли в финал МВА, немного, не мало, ну и кроме того, он работал и в Мэнфисе, и в Атланта Хоукс, в 2008 году, и в 2009, и в 2010, вот в той самой веселой Атланте, которая с Джошем Смитом, с Эллом Хорфродом, и Джо Джонсоном, ну и тоже он работал с ними именно в части шутинга, поэтому очень здорово он в этом компоненте именно держался, я думаю, что он может себя еще в принципе как тренер проявить, я лично не удивлюсь, если мы увидим Марка Прайса, если не главным тренером, уж не знаю, как это сложится, но я думаю, что ассистентом востребованным он точно может быть, если он сам этого для себя захочет, конечно. Ну и вообще отлично, то есть мы даже немножко по посткарьере его пробежались, да, именно игрока, ну и теперь, я бы, наверное, все-таки перешел к нашей стандартной теме, то есть, которую мы любим обсуждать, но здесь начать с какого момента, то есть не с Тайров, там, да, и обсуждение каких-то моментов, а именно вот с значение Прайса в баскетболе, тут я чуть-чуть начну, потому что у меня вот такое мнение сложилось, Марк Прайс, почему о нем, к сожалению, не говорят, это первое, да, гемония Майкла Джордана и Чикаго Буллс, это все понятно, но сам ведь Прайс достаточно ярко играл, не зря там и четыре поездки на МВЗ, и первая символическая сборная, три третьих, то есть это все равно игрок, который в конкретную пятилетку очень ярко играл, плюс два титула лучшего шутера, то есть это условный там, если не там, Стэв Карри, то какой-нибудь Хлэй Томпсон своего времени, то есть человек, который действительно бросал круто, именно вот как шутер, да, мы его отмечаем, но при этом, человек в символическую сборную просто так не попадает, особенно в лиге, в которой, ну, в начале 90-х еще шутеров так не ценили, и это нам говорит о том, что Прайс, это все-таки был очень яркий и местами разносторонний игрок, который не только бросал и плеймейки не делал, он, к слову, да, первый в истории Кливинда был по перехватам до Леброна и остается сейчас вторым, то есть это человек, который и на своей половине что-то мог, это человек, причем весьма неплохо мог, вот, и у меня просто складывается ощущение, что это легенда НБА, но как шутер, потому что это человек, клуб 50-40-90, там, один из 15 величайших шутеров полтайм, но при этом, он больше легенда локальная, то есть локальная в рамках университетского баскетбола, да, где его там выводят, везде в Холл оф Фейме, легенда в рамках клуба Кливинд Кавалерс, где он второй в истории по очкам, второй в истории по Кавалерс, по перехватам, кстати, по очкам я немножко тут слукавил, он по передачам и по перехватам, второй, а по очкам в истории, я вот даже сейчас бегу подглядывать, чтобы вот тут не соврать, это у меня совсем рядышком здесь, по очкам в истории Марк Прайз занимает пятое место в истории Кливленда, и в принципе, из всего из этого я как бы делаю вывод, что он именно как легенда НБА все-таки больше просто в плане шутинга, а именно как баскетболист, как игрок в рамках Кливленда, вот с таким тезисом вы согласны или нет? Антон, что думаешь? Скорее да, чем нет, но я хочу опять же немножко эту тему, этот момент расширить своим высказыванием о том, что Марку Прайсу может быть даже не повезло попасть именно в эту эру, а может и повезло, но то, что этот человек мог раскрыться еще более ярко, опять же, если бы кто-то все-таки рискнул на тренерском мостике в Кливленде изменить философию баскетбола в пользу вот такого бешеного трехочкового, ну или хотя бы на тот момент даже увеличить количество попыток издали, я уверен, что Марк Б. Прайс мог даже в какой-то момент претендовать на самого ценного игрока, а это уже много бы дало ему в качестве... Ну это о многом говорит, конечно, да, безусловно. И по поляризации, и опять же там потенциально там халлофеймерство и легенды, вот как NBA, то есть здесь 100% в этот момент бы рассматривался. В качестве Кливленда, безусловно, это локальная легенда, если мы рассматриваем Марка Прайса в там тайрах различных, именно кливлендских, то это тайр один, просто я единственное, что хотел бы в Кливленде, просто вот надо Леброн Джеймс, отдельно, это величайший игрок Кливленда, и все остальные там игроки, которые... Они уже по тайрам идут, да. Там уже можно туда, просто как бы если я скажу, что Леброн с Прайсом в тайре один, меня могут неправильно понять, но именно он туда входит как легенда Кливленда, но просто Леброн, он как величайший игрок, он вообще, то есть один, а дальше уже там в тайре один, его вместе с Прайсом с несколькими товарищами можно записать. Вообще, вообще полностью согласен. Артем, твое мнение? Да, я согласен с вами, я бы только добавил, что, ну вот Билл Симмонс например, называет в своей книге Марка Прайса самой недооцененной звездой 90-х. Я надеюсь, мы немного исправили его имидж в общих глазах вот этим выпуском. Ну а кроме того, немного странно для меня, что он в зале славы до сих пор не находится. И такой вопрос для вас, раз уж мы затронули тему тайеров именно внутри Кливлендских, а как бы вы относительно Кайри Ирвинга поставили Марка Прайса? Я объясню, почему выше, я сразу скажу, что выше, я объясню почему. Мы как-то с Антоном этот момент обсуждали, и для меня, когда вот мы не говорим о чистых победах, еще о чем-то, мы говорим о долголетии. Здесь Марк Прайс смотрелся лучше, потому что он с Кливлендом был напрямую связан. Он с Кливленда не уходил, ему не был нужен Леброн Джеймс рядом, чтобы что-то выигрывать, потому что при Марке Прайсе начался подъем. Как только пришел Кайри Ирвинга, никакого подъема не было. Кливленд, мы знаем, где был, пыхался и что он из себя представлял. Да, там какие-то подвижки вверх были, но до перехода Леброна в 14-м, ничего у Кливлена там супер яркого, это не была команда плей-офф. Марк Прайс сделал команду плей-офф. Кайри Ирвинг не сделал. В рамках Кливленда Марк Прайс и Кайри Ирвинг на разных ступенях, для меня Марк Прайс выше. Вот, честно говоря, я бы их поставил на один момент, и только минимум, небольшой минимум я бы отдал Марку Прайсу, но я объясню, почему на один уровень. Потому что все-таки у Марка Прайса была всю его карьеру команда почти сыграна, и он приходил вместе с Брэдом Доггерти на драфте, и по сути, как полноценный лидер, он не всегда выступал. То есть здесь тоже нужно понимать, что Кайри Ирвин, когда пришел в Кливленд, он как бы должен был стать тем самым Леброном. Но не получилось, и потом Леброн пришел, и, конечно, то есть чемпионский перстень как бы Кайри в нем принял участие, но понятно, что при Леброне вот эта вся история изменилась очень конкретно. Но Ирвинг ведь был хорош в Кливленде чем? При Леброне. Он при Леброне начал действительно раскрываться очень сильно. Он и набирал там больше 50 очков, он и свой дриблинг невероятный продолжал демонстрировать. Поэтому в Кливленде он тоже запомнился и своими там рекордами, и своими там трехочковыми рекордами в том числе. А Марк Прайс, он просто был как первопроходец в этом плане, и вот со своими товарищами они действительно начали или повторяли достижения командные, индивидуальные Марк Прайс устанавливал для Кливленда. Поэтому да, он как бы немножко больше, немножко выше. Плюс у него действительно не было Леброна, поэтому ему приходилось с Брэдом Доггерти и Лориненцем играть. Но опять же, это... Это великие игроки тоже. Доггерти и Лориненц, и они тоже на All-Star ездили, поэтому тут аргумент на одном уровне. Аргумент, согласен. Тут просто, опять же, мы отмечаем, я вот даже смотрю, куда ни глянь, там по проценту, да, из-за дуги Марк Прайс, это all-time игрок. Я куда ни гляну, Кайри не везде отметился как all-time игрок в рамках клуба. То есть, какие-то достижения, может быть, Кайри там чуть меньше сыграл, но учитывая, что у одного там было плюс-минус там 8-9 лет, у другого было 6-7 лет, да, у Кайри. То есть, это плюс-минус одинаковый временной промежуток. И Марк Прайс отметился, как ни крути, большими достижениями индивидуальными, статистическими в рамках клуба. Вот, меня вот этот момент подстегает, поэтому, ну, опять же, мы с Антоном высказали свое мнение. Артем, ты как считаешь насчет Кайри и Марка Прайса? Какое у тебя мнение? Я, безусловно, ставлю Прайса выше, чем у Кайри Ирвинга. Ну, помимо того, о чем вы уже сказали, да, про долголетие, про все это, мне кажется, очень важный момент в том, что какая роль у Прайса была именно в баскетбольной эволюции, не в смысле в Кливленде, а в общем и целом, потому что каким бы крутым игроком не был Кайри Ирвинг, он не часть какой-то, он не часть каких-то глобальных изменений в баскетболе. А от Прайса можно прочертить вот эту родословную, если можно так выразиться, от него к Нэшу, от Нэшу, к Сэфу, Кари. Я понимаю, о чем ты говоришь, но в рамках обсуждения в роли клуба это не совсем корректно, тебе так не кажется? может быть. То есть вот, если мы сравним двух баскетболистов, это одно, но в рамках в клубе, то есть мы, наверное, смотрим по их достижениям именно на конкретном клубе. То есть мы вот именно с Антоном тут чем апеллировали до этого, да, тем, что... ну, вот смотри, вот извини, перебью, но главное достижение это, конечно, победа клуба, и когда человек забивает победную трешку, он может как угодно да, конечно, безусловно, поступать, и мне кажется, тут тоже в плане там болельщиков клининда, мне кажется, это был бы очень сильный аргумент. Конечно, нет, безусловно, не-не-не, просто я именно Артему говорю про то, что про эволюцию, да, и вот роль в эволюции баскетбола, это не стоит в клубных рамках рассматривать, это стоит рассматривать как в сравнении двух отдельных баскетболистов, что есть вот баскетболист Кайри Ирвинг без привязки к клубу, и есть баскетболист Марк Прайс, и вот мы их сравниваем, но, опять же, в сторону Ирвинга говорит, что это даже, блин, когда Ален Аверсон говорит, что я такого болхендлинга, такого дриблинга я в жизни не видел, то есть, когда такие вещи говорят, тут же тоже свои есть плюсы, но я, опять же, вот я на стороне Артема здесь, что я тоже ставлю Марка Прайса с запасом, может, небольшим, да, но с запасом вот в рамках Кливинга чуть повыше, чем Ирвин, именно вот на индивидуальных моментах, хотя это, возможно, там близкие тайры, типа тайр 1, там тайр 1.2, там что-нибудь такое. Вот, я добавить себе позволю один рекорд Марка Прайса, который мне кажется главным, он стал первым игроком в НБА, который забивал 40% трехочковых, делая 5 и более попыток в сезоне 89-90, как раз он достойно, 5 трехочковых и забивал 40,5%, а потом уже в сезоне 94-95, если вы помните, трехочковую подвинули чуть ближе к кольцу, и снова появились такие люди, как там Деннис Скотт, Ник Андерсон, Гленн Райс, потом обратно отодвигали треху, ну вот сделали такой, какой мы ее знаем, и там уже этих показателей достигали и Винс Картер, и Рей Аллен, но так или иначе Прайс был в этом первым. Да, да, 100%, я тоже думаю, при всем уважении опять же к Лэри Берду, который был просто уникумом баскетбольным, но именно как шутер, вот именно как человек, нацеленный на первую очередь, я бы все-таки Марка Прайса отмечал, как человека, который первый вот начал, вот эту эпоху, после чего там у Реджи Виллер и все остальное, Бэшап Берт, но это просто человек, который умел все делать, на вот, ты так знаешь, как Леброн Джеймс, условно, и я даже не знаю, с кем можно его сравнить, вот, чтобы так, но он просто на высоком уровне все делал, так что Марк Прайса действительно недооценивает, и недооценивает незаслужен. Это правда. Последний момент, наш любимый, Тайр по пирамидам, а тут вопрос с Прайсом немножко становится сложнее, потому что все-таки в Уолтайме мы знаем большое количество разыгрывающих, и когда мы говорим о топ-10 лучших разыгрывающих в истории, не о топ-шутерах, потому что в шутерах топ-10, у меня, например, Прайс зайдет, наверное, во второй пятерке, но все-таки зайдет. А когда мы говорим о поинт-гардах, здесь вопрос сложный, и вопрос такой, в Тайр-3 условный вы бы Прайса включили, Антон? Я бы его в Тайр-2 включал. В Тайр-2 включал? Серьезно? За какие заслуги тогда? Ну, у меня, во-первых, есть промежуточный Тайр, как ли у меня промежуточным среди пауэр-форвардов. На поинт-гардах ничего не меняется, потому что поинт-гардов много, и немного из них поигрывают MVP. Мы, кстати, с коллегой Майком Орловым обсуждали этот момент на трансляции, почему Дэмину Линнорду очень тяжело себя проявить, потому что поинт-гарды в современной NBA, да и вообще, на самом деле, если ты не какой-нибудь Magic Johnson, тебе очень сложно влиять на исходы матча. Это была лига больших, это, пожалуйста, лига каких-то, не знаю, там комбо-гардов, форвардов, но это не лига, не лига разыгрывающая. Ну, слушай, Шеф Гарри и Лилард одни из лидеров по клатч-шотам, типа, влиять на исход матча, в каком плане, я не совсем понимаю. Потому что, ну, на командные результаты, чтобы вокруг тебя... А, ну, не в одном, да, не в одном отдельном матче, а в промежутке, да? Ну, вообще-то, да, вообще-то даже лидеры среди пачкам, если мы берем там поинт-гардов, это на пальцах одной руки пересчитать, особенно хороших, а MVP, кто выигрывает, ну, там, конечно, Стив Нэш был, но это гений баскетбола, и он, как бы, ну, он будет там промежуточным у меня Тайер за счет того, что он действительно... Гайку не выиграл. Да, но он Гайку не выиграл. Тот, кто Гайку выиграл, выиграл MVP, и при этом повлиял, этот человек будет в Тайере один, и это, наверное, там... Среди разыгрывающих, да, опять же. Условно. Поэтому в Тайер 2 я бы вписал человека, который изменил культуру баскетбола, тебе не хватает, что не хватает достижений. Он ездил на All Star, он был дважды чемпионом под левочку. Я в Минь ездил на All Star, и там весь Китай отправлял. Это вот для меня All Star до сих пор не аргумент в этих... Ну, я думаю, ты согласишься, вот Яо Миня, ты вот можешь там, да, посмотреть, когда за него голосуют, в год, где он три матча сыграл. Нет, мне просто, знаешь, вот, что кажется, я, может быть, опять же, слишком оптимистично к этому отношусь, но мне кажется, что мы в современной лиге забываем, что был за баскетбол в тот момент. Я пересматриваю тот баскетбол и понимаю, что проявить себя в том гиперкомандном баскетболе, либо гиперзвездном, когда ты либо себя подзатемнережешь как звезда, либо как часть команды. И Марк Прайс был как часть команды, но при этом он сумел выделиться на этом фоне и доказать, то есть я за счет этого. Скорее, может быть, больше даже я буду оперировать не столько фактами, сколько восприятием. Вот, если так. Да, хорошо. Нет, это отличный аргументирует ответ. Артем, твое мнение насчет по поинт-гардам в истории, как бы ты куда бы отправил Прайса? Я должен здесь с Антоном согласиться. Все-таки это Тайр 2. Может быть, то, что я раньше говорил по влиянию на баскетбол, здесь больше проходит как аргумент. Может быть, чуть ниже, если пользоваться Антоновыми промежуточными Тайрами, это между вторым и третьим, но скорее я бы говорил, что это второй Тайр. Среди поинт-гардов я бы в районе третьего его рассматривал по какой причине. Мне, на самом деле, очень близка идея. Мы там в одном там конкретном буквальном моменте с Антоном не сошлись, но суть вот в том, что Антон, да, предлагал по мульти какие-то победы, мульти какие-то достижения. Даже в рамках поинт-гардов Мэджик Джонсон и Стэв Карри очень могут там затесаться. Да, там единственное, что у одного там финала в МВП не хватает, но это не такой момент. По поинт-гардам тут очень скользкий момент, чемпионством, да, то есть одно дело, когда мы оцениваем игроков и там в Тайр их, да, пихаем. Это такой момент, ну, правильный, что там нужен мульти, вот это, мульти, вот это. С поинт-гардами все сложнее, надо учитывать, как они играли. Ведь Джон Стоктон, человек, который, если бы не провел последние, там, сколько, 3-5 сезонов, все равно был бы лучшим по передачам в истории НБА, то есть для меня это вау. Для меня это будет условный Тайр-1-Тайр-2. Ну, Тайр-2, вот, но при этом, когда мы на эти все вещи смотрим, я вот смотрю на Прайса и могу ли я в таком случае сказать, что Джон Стоктон это второй Тайр, а Марк Прайс это тоже второй Тайр. Вот у меня не поворачивается язык их в один Тайр поставить, хотя, опять же, учитывая его шутинг, учитывая вкупе не только там плеймейкинг, а вообще вот все вещи Марка Прайса, я его ставлю чуть ниже. Хотя, опять же, отдаю себе должное, что здесь он недооценен и как плеймейкер, и как игрок, и в первую очередь как шутер, потому что о нем вообще не говорят, меня очень это всегда подздевало, мы год назад с Антоном на трансляции это вот, это мы удивились, потому что там вот в комментариях мы часто на трансляциях смотрим, и там про шутеров Рэджи Миллер, всегда Рэй Аллен, Стеф Карри, условный там, Стив Керр, может быть, Кайл Корвер, там, я не знаю, Лэри Бёрд, про Прайса не говорят вообще, но это неправильно, это от и до неправильно, потому что, когда мы смотрим, мы понимаем, что есть Пежистоякович, мы понимаем, что есть там, опять же, Дирк Новицкий, даже Стив Нэш, там люди, которые 50-40-90 делали, но Прайс должен был быть в их числе, и как бы вот для меня это скорее просто чуть пониже Тайр, только потому, что просто было людей с более выдающимися какими-то вещами и достижениями чуть больше, то есть будь самих таких людей чуть меньше, будь конкуренция сама поменьше, я бы поставил с удовольствием большую Марка Прайс повыше, но это мое мнение индивидуально. Да, я думаю, что можно с этим согласиться, даже нейтральные зрители, но единственное, что я объясню, как раз Джон Стоктон попадает под ту категорию вот поингардов, что слишком сложно именно будучи поингардом выигрывать титулы, например, потому что тебе очень много аспектов нужно либо самому быть очень универсальным поингардом, либо иметь классных партнеров, которые будут прям много забивать, хотя у Стоктона был такой Карл Малон, но видишь не так все получилось, как возможно хотелось. Хотя вот возможно, если бы Карла Малона не было у Стоктона, еще не факт, чтобы Стоктон настолько бы ярко себя выражал. Так что, ну это отдельная тема. Это отдельная тема, конечно, это отдельный выпуск наш, он очень подходит, конечно. Вот, но получилось здорово, друзья, очень круто, то есть по сути, если есть что добавить, Артем, предлагаю тебе, если нет, то давайте потихонечку прощаться. Артем? Ну да, единственное, что я перед прощанием хотел бы добавить, это я очень рад, что мы сегодня собрались, потому что я считаю, что мы сделали очень хорошее и очень важное дело для баскетбольных фанатов, для баскетбола. Я надеюсь, все оценят, потому что действительно о Прайсе не говорят, о Прайсе хуже того не знают. Ну я надеюсь, что мы это поправили сегодня хотя бы в какой-то мере. Слава, да, фанатам Кливленда, они будут очень рады. Антон? Да, всем спасибо за такой прекрасный разговор, дискуссию. У нас сегодня было много точек зрения разных, и я надеюсь, что зрители для себя выберут какую-то из них и тоже будут активно обсуждать, аргументировать. И, конечно, надеюсь, что те, кто не знали, кто такой Марк Прайс, теперь переслушают, пересмотрят наш выпуск и действительно узнают о таком великом шутере, какой является Марк Прайс. Да, друзья, ну и потихонечку тогда закругляемся, завершаем наш сегодняшний выпуск, выпуск номер 3. Обязательно пишите, ставьте во всех возможных, да, местах, где мы выкладываемся, на всех площадках обязательно плюсы, лайки, классы и так далее. Это для нас очень важно. Пишите комментарии, мы, опять же, оцениваем, вот вы какие-то поправки, да, по первому выпуску, который везде вышел про Баркли, вы внесли, мы их сегодня учли, мы сегодня, да, вы больше поговорили какие-то моменты про роль в команде, то есть вот эти вещи очень важны и большое спасибо, что вот такой фидбэк от вас есть. Для вас трудились сегодня Артем Кавалериан, проект oldbasketball.org и проект Pick'n'Talk, мой коллега Антон Шматько, я Андрей Панкрашев. Любите эту игру, любите наши проекты, следите обязательно за обновлениями и ждем вас на следующем выпуске. Продолжение следует...